Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Я нахожусь в Магдале, на родине библейского персонажа Марии Магдалины, из которой Иисус изгнал семь бесов. Это прекрасная церковь. Я только что познакомился со святым отцом и директором этого служения. Позади меня самые удивительные картины, которые я когда-либо видел в жизни. Я 40 лет путешествую по миру и видел много произведений искусства. Я ценитель и даже коллекционер. Эта картина изображает события из пятой главы Евангелия от Марка, когда женщина с кровотечением прикоснулась к краю одежды Иисуса. А вы видите этот всплеск энергии или света в момент прикосновения к его одежде. Это одна из тех картин, которые пленят ваш взгляд. Но сегодня мы поговорим не о пятой главе Марка, а о чудотворении. Я назвал сегодняшнюю программу «Как молиться и верить в чудеса». А вот библейское определение чуда. Это события, которые невозможно объяснить законами природы или науки, вызванные божественной силой. За время программы я ни за что не смог бы рассказать вам обо всех чудесах Библии. Чудеса бывают разных видов. Чудеса природы — это Луки, 8 глава, когда Иисус успокоил Галилейское море. А вот что такое чудо природы. Чудеса обеспечения — это Евангелие от Матфея, 17 глава, когда Иисус сказал Петру пойти и поймать рыбу с монетой во рту, чтобы заплатить налог. Третья категория чудес, которых так много в Евангелиях и в Деяниях апостолов, — это чудеса исцеления. Речь идет о заболеваниях и недугах, которые были у людей. Ну и четвертая группа чудес — это Марка, 1 глава, «Чудеса освобождения». Это освобождение от бесов и злых духов. Для начала давайте поговорим о даре чудотворения. В 1 послании Коринфянам, 12 главе, перечислены 9 даров Духа Святого. Мой отец действовал во всех этих 9 дарах. Конечно же, это было не на одном собрании, а на многих. Я видел их в жизни моего отца. А в своем служении за 41 год я видел большинство из этих 9 даров Духа. Они проявлялись в церкви, на собраниях, в нашем служении. То есть я хочу сказать, что я вырос рядом с людьми, которые видели великие чудеса Божии и также освобождение. Впервые я увидел чудо освобождения. Помнится, я уже говорил вам, что очень осторожно рассказываю о подобных вещах на телевидении. Некоторые вещи я рассказываю только моему близкому окружению. Кое-что я рассказываю только на собрании. Все дело в том, что я не хочу, чтобы люди насмехались над духовными истинами. Во мне поднимается страх Божий, когда я слышу, как люди насмехаются над Духом Святым, над существованием ангелов или демонов. Когда мне было 5 лет, мой отец был пастором в городке в Западной Вирджинии. К нам приехал евангелист. Евангелисты всегда останавливались в нашем доме. В тот вечер в церкви был молодой человек, одержимый злым духом. Это была маленькая церковь, человек на 50, быть может, на 80. Из него начали изгонять духа, и я кое-что увидел. Не знаю почему. Может, Господь знал, что я буду заниматься служением, и когда-то расскажу об этом. Тем не менее, я увидел, как что-то вышло из уст этого парня, очень длинное. Оно было темным и при этом прозрачным. Оно вышло, поднялось на такую высоту, метра на три, наверное, и исчезло. Меня это не испугало, потому что в том возрасте я мало что понимал. А первое чудо, которое я помню, произошло, когда мне было 11 лет на палаточном служении. Когда мой наставник, доктор Т.Л.Р., молился за человека, который не мог ходить. Он ходил с палочкой. Многие из присутствующих знали его. Когда служитель помолился за него, Дух Божий коснулся его. Он отклонился назад и встал на место. Затем он начал дергать ногой, и брат Т.Л.Р. взял его палочку и выбросил ее в сторону. После этого тот человек начал бегать вокруг этого большого шалаша. Я помню это чудо, а также помню, что я почувствовал, когда увидел его. Во-первых, я понял, что Бог реальный. Это могла сделать только сила Божия. Во-вторых, я впервые в жизни почувствовал Дух Божий. Я видел людей, исполненных Духом, и видел силу Божию, но тогда я впервые почувствовал Божие прикосновения. Я никогда не забуду то палаточное служение в Западной Вирджинии. Как я уже говорил, есть девять даров Духа. И недавно я учил на эту тему. Вся тема заняла 14 часов. Вот как много информации по этой теме, но сегодня я хочу сконцентрироваться на первом даре, даре чудотворения. Чудеса могут происходить разными методами. Но в Евангелиях я вижу четыре основных шага, что связаны с чудесами Иисуса. Сейчас вы увидите их на экране. Я назвал это «Законом чудес». И первый закон называется «Закон веры». Второй закон называется «Законом действия». И третий закон — «Закон послушания». Закон веры описан в «Послании к евреям», 11 главе, 6 стихе. Там сказано «Без веры угодить Богу невозможно». Чтобы получить чудо, нужно верить во что-то, а именно в Бога и в Его Слово. Закон действий — это «Послание Иакова 2, глава 20 стих», где сказано, что вера без дел — мертва. Или лучше сказать, вера без соответствующих действий. Поэтому в процессе получения чуда вам нужно не только верить во что-то, но и делать что-то. Иногда Иисус говорил «Протяни руку». Иногда Он говорил «Возьми свою постель и иди». Поэтому в процессе получения чуда Господь часто просил человека сделать что-то, что можно назвать шагом веры. Третий ключ я назвал «Законом послушания». Это Деяние, 5 глава, 32 стих. Вам нужно быть послушными или соблюдать что-то. Однажды Иисус исцелил человека и сказал «Иди и омойся в купальне». Человеку нужно было сделать это, чтобы получить чудо. В Ветхом Завете пророк сказал Нейману «Иди и окунись 7 раз в реку Иордан». Он сказал «О чем ты говоришь? Река такая грязная, я бы лучше остался в Сирии». Но служанка уговорила его. Она сказала «Что тебе терять? Ты уже и так болен проказой, что тебе стоит пойти и окунуться 7 раз в Иордане». Ему нужно было поверить сказанному слову, «Но нужно было еще и сделать что-то». Давайте немного поговорим об этом. Очень часто в процессе получения чуда от Бога, ну, поймите, опять же, речь идет о божественном, а не о человеческом вмешательстве. Не о чем-то, что сделал человек. «Обязательно должно быть какое-то действие». Очень часто Бог требует этого действия, чтобы совершить чудо, потому что именно это действие демонстрирует вашу веру. Мне несложно посмотреть в камеру и сказать, «Я верю, что Бог может все». Но потом я чувствую побуждение от Святого Духа, чтобы сделать что-то. «Вера без этого действия будет мертвой». «Вера без соответствующих действий — это просто вера». Я вспомнил, что недалеко отсюда Иисус служил в доме. Четверо друзей принесли к нему своего парализованного друга. В те дни все дома были с плоскими крышами, которые были сделаны из досок, соломы и глины. Друзья подняли его по боковым ступеням дома. У многих домов была лестница, ведущая на крышу дома. Затем им пришлось разобрать крышу, чтобы опустить своего друга в ту комнату, где был Иисус. Они сделали это, потому что людей было так много, и они не хотели их пропускать. «Нет, мы сами пытаемся пройти, так что вы подождите немного». Когда того человека опустили и поставили перед Иисусом, сказано, что Иисус увидел их веру. А как можно увидеть веру? Вера же невидимая. Вера — это эмоции, сердце и мысли. Вера — это одна из тех вещей, в которой одновременно задействованы разум, душа и дух. То есть, все это взаимосвязано. Но как же можно ее увидеть? А увидеть ее можно по действиям. Когда Иисус понял это потому, что эти люди принесли своего друга на крышу, разобрали крышу чужого дома и спустили его вниз. Вот тогда он понял, что эти люди поверили в то, что сегодня их друг будет исцелен, иначе они не пошли бы на все это. Иисус исцелил его. И забавно, что того человека не хотели впускать, но им пришлось его выпустить. Он ушел оттуда своими ногами. Он впервые пошел сам. То есть, как видите, должны быть соответствующие действия. Хочу также рассказать вам о том, что я видел в служении моего отца. Во Флориде был один человек. Если я не ошибаюсь, это было в церкви Дэйва Гарсия. Это было давно. Мы с отцом тогда путешествовали вместе, и он иногда проводил утренние собрания. Пришел человек с болезнью рак горла. Он сказал, я был неправ. Я всю свою жизнь курил, а потом пришел к Господу и узнал, что у меня рак горла. Я подумал тогда, как я могу молиться за него. Я посеял это в свою жизнь, а теперь пожинаю. Так говорил этот человек. Но вот в чем разница между мной и отцом. Я не осуждал того человека, но не понимал, как молиться за того, кто сам навлек это на себя. Но это как молиться за того, кто всю жизнь неправильно питался, и его артерии забились. Мы можем молиться за открытие артерий, но вы понимаете, что человек сам навлек это на себя. Мой отец думал иначе. Он думал так. Если человек страдает или нуждается, Бог может его коснуться. Он спросил, а вы больше не курите? Нет. Хорошо, тогда я за вас помолюсь. Отец молился против рака. Затем он сказал, «Сэр, пойдите к фонтанчику и сделайте семь глотков воды». Я не знал, почему отец сказал это, и позже я спросил его об этом. Он ответил, что так сказал ему Господь. Тот человек мог бы посмотреть на моего отца и сказать, «Это безумие». Если бы он не сделал этого, он не был бы исцелен. Но тот человек пошел к фонтанчику, сделал семь глотков воды, и на седьмой раз он почувствовал какие-то изменения в своем горле. Он пошел к доктору, и оказалось, что рак исчез целиком и полностью. Вот что такое чудо. Это не исцеление, а чудо, сверхъестественное, божественное чудо. Папа действовал в даре чудотворения и в даре исцеления, когда служил тому человеку. И что же я хочу этим сказать? Иногда во время чуда мы сидим и ждем, пока небеса начнут двигаться. Но небеса ждут движений на земле. Бог ожидает, пока его дети сделают хоть что-то. не хочу отвлекаться от своих записей, но то же самое касается и даяния. Очень часто люди говорят, «Мне нечего дать», но при этом идут в кофейню и тратят 6 долларов на латте. То есть человек хочет получить урожай, не посадив семя. Это то же самое, если бы фермер просто вспахал поле и ждал, что из этого выйдет через 5 месяцев. Ничто не выйдет, если в землю не опустить семя. Духовный принцип чудес похож на сеяние семени. Вы что-то делаете, а затем вы ожидаете плодов. Но плоды будут после того, как вы сделали обязательную часть и будете повиноваться этому принципу. Давайте еще раз посмотрим на законы чуда. Первый закон — вера. Вам нужно поверить во что-то. Второй закон — закон действия. Нужно что-то сделать. И третий закон — закон послушания. Нужно следовать за чем-то, за словом и за Господом. Еще хочу подметить, что Иисус часто использовал разные методы. Думаю, это немного забавно. Много лет назад, когда брат Орл Робертс молился на собраниях за больных, он сидел на стуле. К нему приносили карточки с молитвенными просьбами. Он их читал, а потом молился. Он делал это для соблюдения очереди в молитве за исцеление. Удивительно, но все служители с палаточным служением делали то же, что и Орл Робертс. Они сидели на кресле, вызывали к себе людей, и молились за них. Это стало методом, используемым многими служителями. Когда с 1948 по 1955 год происходили чудеса, это чаще всего было на больших палаточных служениях. Тогда все решили, что нужно иметь палатку, молитвенную очередь и так далее. Со временем произошли изменения. И забавно, что у Орла Робертса был солист, и у Ти Элл Озборна тоже был солист. Все заводили себе солиста. Если люди видят, что-то имеет результат, они начинают повторять это в надежде увидеть те же результаты. То же касается и мега-церквей. Часто пасторы таких церквей проводят конференции для молодых служителей и рассказывают, как они работают. Все начинают повторять за ними, но иногда то, что работает у других, может не сработать для вас, потому что Бог использует для достижения своих целей разные методы. Приведу вам пример. Однажды Иисус исцелил слепого, плюнув на землю и сделав кашицу из грязи, которую положил на глаза слепому. Когда тот слепой пошел в купальню Силаам, чтобы умыться, он был исцелен. А что, если бы Иисус постоянно использовал в исцелении людей этот метод? Тогда сегодня у нас была бы целая коробка грязи со святой земли. Мы бы собирали здесь землю и отправляли в церкви для исцеления. А еще нужна была слюна, и, возможно, началось бы такое. Чтобы стать старейшиной этой церкви, вы должны далеко плевать. Затем мы выстроили бы всех, кто хочет стать старейшиной, и провели конкурс плевков. А затем мы попросили бы нескольких старейшин наплевать на запасы земли, и во время молитвы мы брали бы эту грязь и помазывали бы ею людей. Грязь была бы на лбу, в ушах, на руках, а если проблемы с сердцем, то и на одежде. Но Иисус сделал это всего один раз, а в следующий раз Он исцелил слепого совсем иначе. Если бы Иисус всех исцелял грязью, тогда у нас было бы служение силы в грязи, грязь со святой земли. Наши молитвенные воины плевали на эту грязь, поэтому вам нужно обязательно заполучить ее. Вы можете получить эту грязь за пожертвования в размере и так далее по тексту. Хм, я шучу, но это было бы полное безумие. Я докажу вам, что люди поклоняются методам. Когда Ветхом Завете медный змей исцелял евреев, помните? В пустыне. Но этого змея сохранили и использовали в храме. Его хранили почти 900 лет до правления царя Езекии. Езекия понял, что люди жгли благовоние медному змею. Тогда он забрал змея из храма и уничтожил его. Люди поклоняются святым реликвиям. Люди приезжают в Израиль и забирают домой камни, которыми Давид убил Галиафа. Камни из Галилейского моря, по которым ходил Иисус. Одну женщину даже остановили на границе и сказали, «Если вы, американцы, не перестанете вывозить из святой земли камни, то от Израиля ничего не останется. Мы делаем это на память. В этом нет ничего плохого». Но смысл в том, что вы не можете полагаться на какой-то метод. Но когда люди начинают говорить, «У меня есть нечто особенное», то они думают, что Бог может совершить чудо, только используя тот или иной предмет или метод. Вот почему Господь не позволяет нам смотреть на одну какую-то вещь и говорить, «Для исцеления вам нужно использовать вот это». Или «Для исцеления вам нужно сделать вот так». Иисус не желает, чтобы его люди почитали метод или объект. «Подумайте о медном змее. Он исцелил всего один раз, но люди были в таком восторге, что сохранили его и жгли для него благовоние. Они превратили медного змея в выдала». Иисус делал все по-разному, чтобы мы не начали поклоняться методам. Итак, четыре важных пункта. Во-первых, вам нужно верить, что Бог совершает чудеса. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус не поменялся. Во-вторых, нам нужно верить, что невозможное возможно. Об этом говорится в Евангелии от Марка, 10 главе, 27 стихе. Далее, в-третьих, мы должны верить, что если действует особое помазание или дар чудотворения, то в этот момент нужно идти и молиться за людей. И далее, в-четвертых, не бойтесь демонстрировать свою веру. И верьте, что Бог коснется вас. Если вам нужно чудо, то мы в согласии с вами. Дары Духа Святого действуют и сегодня, и будут действовать всегда. В своем служении за целых 40 лет я видел большинство из этих девяти даров Духа Святого. Они проявлялись в церкви, на собраниях, в нашем служении, на палаточных собраниях, как я уже говорил. Вы можете написать нам, и у нас есть молитвенники. Каждый четверг мы молимся в Омега-центре. Вы можете присылать свои молитвенные просьбы, и мы будем обязательно молиться за вас. Мы будем молиться в согласии с вами. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Никуда не уходите. Впереди еще очень много интересного. Здравствуйте, с вами Перри Стоун. Я был благословлен тем, что моими наставниками были мужи великой веры, служители, которые не только верили в библейские проявления Духа Святого, но и сами действовали во многих духовных дарах, упомянутых в Библии. Однако многие современные церкви минимизируют, ограничивают или отрицают те девять духовных даров, о которых Павел писал в 12 главе первого послания Коринфянам. В этом особенном учении я по Библии докажу, что в христианской истории девять духовных даров действовали до сего дня и будут действовать вплоть до возвращения Христа. Я с радостью представляю вам это 12-часовое учение «Дары Духа Святого». Оно записывалось как основной курс библейской школы. Вы услышите всю серию на 14 аудиодисках. Все верно, так много. В этом учении много разборов греческих слов, библейских сюжетов, исторических личностей, которые помогут определить каждый дар, его действия и замысел Бога об этом даре. Я также расскажу факты, о которых редко кто учит. Это невероятное 12-часовое учение с глубоким анализом доступно в течение ограниченного времени за пожертвования в 65 долларов или более. Библейская школа в одном альбоме. Это часть нашей международной библейской школы. В вашем духовном поиске понимания девяти духовных даров необходимо не ради знания, но для вашего духовного роста. Чтобы заказать этот альбом, вы можете позвонить нам по телефону, зайти на наш сайт или написать письмо по адресу, указанному на экране. Сделайте пожертвования и запросите предложение GFT-133. Предложение доступно в течение очень ограниченного периода времени. С нетерпением ждем вас. Это последняя возможность, когда вы можете заказать учение «Дары Духа». Обязательно воспользуйтесь этим удивительным предложением. В него вошли многие годы изучений и исследований, благодаря которым вы обретете веру в то, что дары Духа все еще действуют сегодня в цели Христа и в жизни верующих. Поэтому воспользуйтесь этой прекрасной возможностью. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. А сейчас мое расписание. 1 мая город Вайт Сулфер Спрингс Западная Вирджиния. Затем конференция в городе Гриффин Джорджия с 3 по 5 мая. 8 мая всего одно собрание в городе Манстер Индиана. 31 мая и по 2 июня мы будем в Южной Каролине в городе Сантер. Мы впервые посетим этот город. А с 7 по 9 июня мы будем в Ноксвилле в церкви Искупления. Лучше всего зайдите на наш сайт и посмотрите мое расписание. А еще в июле нас ожидает большое собрание в Юте. Надеюсь, вы сможете побывать на нем. Также я хотел бы поговорить с вами о важности того времени, в которое мы живем. С детства я постоянно слышал, что Господь грядет и мы живем в последнее время. И по этому поводу есть два мнения. Первое. Занимайтесь своими делами, пока я не приду, и в то же время учите о том, что нужно ждать прихода Господа. Второе мнение меня немного пугает. Это мнение скептиков и насмешников над учением о возвращении Господа. Больше всего меня беспокоит то, что есть целое поколение пожилых мужчин и женщин, которые верно служили Господу в своей динаминации. Годами они верно служили и ожидали прихода Господа и дня встречи у Его престола. И я ощущаю дух, исходящий от молодых служителей, которые критикуют этих верных христиан и их ожидания Господа. Иисус предупреждал, если человек говорит, мой Господин задерживается и поэтому начинает пить и плохо относиться к людям, об этом написано в Евангелии от Луки. Так вот, я не хочу, чтобы вы стали одним из таких людей, которые невежественны в путях сатаны или в Слове Божьем. А вот почему фестиваль Манны выходит именно в таком формате. мы хотим учить вас глубинам Слова Божьего. Я обещаю вам, что всегда буду учить здраво и всегда буду говорить вам правду. Мы не пойдем на компромисс. Если вы наш партнер и имеете эксклюзивный доступ к нашей партнерской страничке на Фейсбуке, спасибо за вашу поддержку. И, пожалуйста, заходите туда почаще. Там мы выкладываем самую актуальную информацию о том, куда мы едем, о наших мероприятиях, как я уже говорил, скоро ожидается молитвенный марафон, пророческий саммит. Вы очень важны для нас. До встречи через неделю. Увидимся. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его туру по Израилю с 25 ноября по 4 декабря с возможностью посетить город Петро в Иордании. Звоните нам по номеру указанному на экране или заходите на наш сайт. Там вы найдете всю информацию о регистрации. Количество мест ограничено. Звоните. Продолжение следует...